Доброе утро, СтопГейм! В эфире игровые новости! Состоялась ежегодная игровая презентация THQ Nordic Digital Showcase. Показали много всего, но никаких по-настоящему громких тайтлов не завезли. О себе напомнили разработчики Alone in the Dark, представив пару монологов ключевых персонажей, коих сыграли Дэвид Харбор и Джоди Коммер. Презентовали трейлер новой игры по Южному парку, но не надейтесь, это не продолжение серии ролевок от Obsidian и Ubisoft, а всего лишь коопно-мультиплеерный 3D-экшенчик South Park Snow Day, релиз в 2024-м. А вот Appeal Studios пилит самый что ни на есть сиквел старушки Outcast с подзаголовком A New Beginning. Дату выхода не назвали, а вот геймплея аж на две минуты нарезали. Заскочила на презентажку и Last Train Home со свежим геймплейным трейлером, демонстрирующим ключевые игровые аспекты. Ещё один довольно странный ролик показал, какие эмоции должны испытывать игроки, зарубившись в Trine 5 A Clockwork Conspiracy. А трейлер Tempest Rising напомнил, что стратегии в реальном времени а-ля Command & Conqua не умерли в конце драйва. Наконец представили абсолютно невнятный трейлер-ок последнего черепашьего Ронина, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Ни красивого синематика, ни геймплея, ни даты. И это всё? Ну, не совсем. На двух оставшихся тайтлах мы остановимся поподробнее. И, во-первых, это анонс, ударивший прямо в сердечко. Titan Quest 2. Да, без геймплея, но чёрт возьми, сама мысль о том, что будет сиквел, невероятно воодушевляет. Ставьте класс, если я не один такой. В ролике показали, как богиня возмездия Немезида обрушила весь свой пауэр на процветающую Спарту. Разработкой занимаются авторы Spellforce 3. Из подробностей известно, что, исследуя мир Titan Quest 2, мы повстречаем старых знакомых монстров вроде кентавров, сатиров, гарпий, сирены и прочих. Однако будут и новые чудовища. Помимо битв придётся болтать с NPC и заниматься сбором предметов и информации для дальнейшего противостояния Немезиде. Бои обещают быть сложными, а система прокачки гибкой. Комбинируя умения и особые предметы, можно будет создать уникального героя. Наконец, станет больше вертикального геймплея, появятся секретные локации, открываемые при помощи божественных сил, а также возможность кататься на лошадке. А ещё кампанию можно будет пройти в коопе. Titan Quest 2 выйдет неизвестно когда на ПК, PS5 и Xbox Series. Второй же важный проект из показанного — это ремейк Готики. До этого нам демонстрировали старую шахту с пролётом аж до самых краулеров. На этот раз разработчики взяли нас за ручку и провели по старому лагерю. Видос полностью создан на игровом движке, однако не отражает настоящего геймплея. Какой-то ноунейм шныряет по лагерю и думает, чем бы заняться. Для начала он решает прокраситься в одну из хижин. Судя по всему, в ремейке запиливать двери населения Долины Рудников никто так и не научил. Но несостоявшегося вора спалили, так что он двинулся дальше. Нагло спёр у одного из стражников кошель с золотом, мне почему-то подумалось, что это был Бладвин, и тут же направился на арену, где стражник его нагоняет и сулит отбить все почки. Старый лагерь как он есть. Эх, вот ещё б дату выхода назвали. Если первая, Алан Вейк, не особенно старалась напугать игроков, то вот вторая часть намерена стать настоящим сурвайвл-хоррором. Геймдиректор Кайл Роули в беседе с журналом Edge рассказал, что при создании сиквела в качестве одного из главных ориентиров команда взяла недавние ремейки серии Resident Evil. Remedy хочет создать нечто давящее, заставляющее игрока ощутить свою уязвимость, делающее врагов более страшными и опасными. Продолжение Алан Вейк выйдет 17 октября на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series. Стартовал новый сезон в Overwatch 2, а это значит, что в игру наконец завезли ПВЕ. Три миссии за 15 баксов. Журналисты отмечают, что это вообще-то дороговато, при этом задания получились, ну, такими себе. Новых механик не завезли, а кроме скучных роботов из противников никого. Сюжет у ПВЕ-миссий тоже проходной и не преподносит абсолютно ничего нового для фанатов. Вот и думай, стоит ли это 15 долларов. А судя по оценкам Steam, задумываешься, а стоит ли сама Overwatch 2 того, чтобы тратить на неё время? Всего через пару дней после старта в магазинчике Гейба рейтинг упал аж до 9% положительных отзывов на основе более 106 тысяч обзоров пользователей. Второй овер стал самым низкооценённым проектом в Steam. Игроки жалуются на высокую стоимость внутриигровых предметов, неадекватный донат, малое количество контента и прочее. Скорее всего, через какое-то время система скроет часть негативных отзывов, подходящих под критерии ревью бомбинга, а значит и процент этот изменится. Rockstar решила приютить создателей 5M и RedM, одних из самых популярных инструментов для создания ролевых серверов для GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Объединив усилия, мы поможем команде найти новые способы поддерживать наше невероятное сообщество и улучшить сервисы, которые она предлагает девелоперам и пользователям, гласит послание Rockstar. Моддеры были только рады, ведь это не только означает, что они смогут работать с упомянутыми играми напрямую, но и наконец-то наладит отношения с Rockstar и Take-Two, которые долгое время катили на них бочку. С поддержкой разработчиков народные умельцы как минимум смогут усовершенствовать платформы 5M и RedM. Больше информации о партнерстве Rockstar раскроет в ближайшие недели и месяцы. И еще несколько новостей напоследок. Дуэт разработчиков из Blue Rose Team выкатил трейлер Twin Peaks Into the Night, фанатской адаптации культового сериала Дэвида Линча с графикой игр эпохи первой PlayStation. Демо появится уже завтра. Кооперативный платформер Enchanted Portals, тот, что как Cuphead, только который есть дома, обзавелся релизной датой. Невероятные приключения Бобби и Пенни начнутся 6 сентября. Создатели Call of Duty с магией и драконами Immortals of Avium объявили, что игра ушла на золото, а значит выйдет точно в срок 22 августа. А вот авторы ремейка Lollipop Chainsaw докладывают, что не успевают завершить проект в этом году, а потому Джульет выйдет погулять только летом 2024-го. И на этом всё. На сайте stopgame.ru читайте свежую редакционную статью, в которой наши авторы поделились своими любимыми игровыми саундтреками. А также обязательно посмотрите мощный видос от Глеба Мещерякова, который взялся рассказать всё о клонах Коммандос. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!